Россия стала государством-террористом, держит в заложниках атомную станцию и шантажирует всех вероятной ядерной катастрофой. Об этом заявил Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед участниками донорской конференции союзников Украины в Копенгагене. Глава государства отметил, что нужна полная изоляция государства-террориста, прежде всего жесткие экономические и технологические санкции. Никому не нужны новые катастрофы. Следует сделать выводы из катастрофы 1986 года, из десятилетий, которые Россия использовала, чтобы подготовиться к этой подлой войне против всей свободной Европы. Россия стала государством-террористом и фактически держит в заложниках атомные станции и шантажирует всех вероятной катастрофой. Уверен, каждый из вас уже задумывался, как поступить, если Россия применит так называемое тактическое ядерное оружие. Подумайте еще об этом. Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции. И по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути, тем же, что и применение России ядерного оружия, но без ядерного удара. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию, но мы все вместе с вами способны остановить государство-террориста. И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность. Это наша с вами обязанность перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей, сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что никакое другое государство не сможет повторить этот террор. Я верю, что мы выполним наш долг.